привет сегодня я приоткрою маленький секрет все прекрасно знают китайское блюдо жареный рис с яйцом так вот многие мои знакомые и многие мои друзья не знают как яйцо попадает в рис каким образом я вам сегодня покажу как только сковорода разогрелась мы сюда вливаем растительное масло любое это может быть масло виноградных косточек это может быть масло подсолнечное это может быть масло арахисовое это может быть масло рапсовое гречишное короче какой любой но не оливковая смотрите наливаю довольно много масла не соврать бы но здесь наверное граммов 50-70 видите прям плавает немножко иначе мы не сможем пожарить яйцо а яйцо в этом блюде самое главное бросаем туда лук лук я нарезал просто крупными перьями но не нужно показывать вам как это делается просто как попало нарежьте лук но вот так вот вдоль лук начинает жариться мы видим что масло еще не достаточно хорошо нагрелась но как раз пока жарится лук масло заодно и нагреется чуть лучше нам что нужно чтобы она была раскаленная это важно как только лук начал жариться мы его сдвигаем на край об этом место объем яйца делать нужно все очень быстро допустим два яйца я это делаю потому что в русском варианте должно быть и столько же сколько и рис и они наоборот яйца жарятся в масле получается да мы их начинаем мешать видите что происходит яйцо не прилипает сковороде масло не дает ему это делать и мы начинаем сразу в этом масле перемешиваем вместе с луком жарить яйца это главный секрет яйцо идет первым видите все со всех сторон яйцо у нас обжарено мы его можем немножко сдвинуть вот сюда по краям теперь сюда высыпаем имбирь мелкорубленный и чеснок здесь по одной чайной ложке примерно но в зависимости от вашего пожелания это может быть больше или меньше сильно много тоже не хорошо потому что будет очень сильно пахнуть имбирь и чеснок при жариваем слегка вот в этом месте то есть в центре сковородки тут же перемешиваем вместе с яйцом яйцо у нас уплотнилось дальше гореть не будет если вы будете все время его мешать и теперь какой аромат имбирь и чеснок конечно дают вот тот самый азиатский аромат смотрите отварной рис обычный кубанский рис самый дешевый в магазине купил отварил до готовности все мы отправляем сюда ну сколько вам надо объема много не будем и вот теперь мы начинаем рис обжаривать смотрите я его разравни как бы разминаю лопаткой для того чтобы и рисинка от рисинки отошли так как у нас масла было довольно много рис начинает покрываться масляной пленочкой и как только мы видим что весь рис у нас разошелся но стал рассыпчат даже можно уже ложкой и не мешать процесс запущен можно теперь периодически помешивать вот таким образом черный перец обязательно соль но соли пока не торопитесь добавьте немножко соли и вот пора добавляет чили перец чили перчик сюда раз ну что рис уже почти готов если сковорода хорошенечко раскалена то нам не нужно много времени для того чтобы уже обжарить рис но вот именно в этом кайф в том что когда мы добавляем яйцо самом начале видите что с ним происходит она расходится на вот такие сегменты и рис у нас становится рассыпчатым теперь мы добавляем соевый соус это обязательный ингредиент можно чуть придавить пальцем немножко добавить соус только не очень много во-первых чтобы от соевого соуса не терялся цвет риса но он может быть совсем черный если много добавить либо вот он такой чуть-чуть серии добавляем сюда кунжутное масло именно китайское ароматное кунжутное масло там чайную ложку больше не надо зеленый лук сразу добавляем перемешиваем и снимаем с плиты теперь осталось только выложить тарелку какой шикарный рис какой шикарный красивый рис получился у нас лимон обязательно слегка немножко кислоты дать зелень все осталось взять в руки только палочки и начать есть это сумасшедшее блюдо я думаю что каждый из вас знает о чем я говорю это бомба вау